Продолжаем выпуск. Эффективные партнеры дают новый импульс развитию региона. Речь идет о предприятиях, которые, несмотря на нестабильные экономические условия, успешно реализуют свои планы на территории области. Сегодня губернатор Сергей Ястребов встретился с руководителями двух таких компаний, обсудили итоги сотрудничества и перспективы. Airfarm – одно из крупнейших российских предприятий фармацевтической промышленности. В Ярославле завод введен в эксплуатацию в 2011 году. Несмотря на то, что головной офис компании находится в Москве, 57% налоговых отчислений остаются в области. В 2014 году Airfarm перечислила в бюджет более полутора миллиардов рублей. Однако о перспективах на ближайшие годы директор компании говорит осторожно, но с оптимизмом. Картина по 2015 году у нас постоянно на данный момент несколько лучше, чем мы ожидали в начале лета. Будем надеяться, что чуть лучше, но мы предпочитаем давать все-таки такую несколько более консервативную, сдержанную оценку. То есть как минимум в тех же показателях в 2016 году мы планируем остаться. Генеральный директор отметил, что на территории области все проекты компании развиваются успешно во многом благодаря поддержке правительства региона. Самое главное, что теплами, которые планировали, не все пополняются. Ждем не дождемся, когда у нас все-таки появится объект Ростоя. Движение есть, но хотелось бы, чтобы он побыстрее работал. Реализовать проект строительства завода по разработке, изучению, развитию и производству оригинальных, высокотехнологичных фармацевтических субстанций в Ростове планируют к концу 2016 года. А вот шинному заводу, с руководством которого также встречался губернатор, поддержка региона просто необходима. Из-за жесткой конкуренции предыдущий год завод отработал с убытками. На прибыльность поможет выйти новый проект по выпуску грузовых цельнометаллокордных шин, который уже реализуется на предприятии. В этом году готовится к выходу нового цеха на проектную мощность 650 тысяч штук грузовых шин в год. Здесь предусмотрено 350 дополнительных рабочих мест, на 200 из которых уже трудоустроены работники. Директор шинного завода и губернатор обсудили возможность включения предприятия в ряд областных и федеральных программ. Ольга Березина, Алексей Белов, Вести, Ярославль.